привет мои дорогие в общем я вам уже объявила рассказала всему миру что мы болеем действительно так такой тяжеловатый грибок скажем дает такую температурку 38 и 7 у меня у серёжи тоже поначалу так было но сейчас у него 38 падает до 36 6 даже ну то есть такой грибочек такой крепко взялся так самое прикольное что заболели все мы с серёж сначала серёжа я вам рассказывала показывала видео через пару дней заболела я и вся маришна семья ну слава богу пока настюша держится но я думаю у нее просто отдельная комната я надеюсь что мало контактов и они в масках все дома хотят чтоб настюшу не заразить поэтому не знаю настюша в маске в общем как то так ну в масках девочки маска и маска разница я конечно вот в эти маски в которых мы ходим все и вот эти глупости когда люди по улицам ходят масках ну что за глупости как можно по улице ходить в маске дышите воздухом ну что это за прошу прощения вот ночью болеем мы прилично вот когда очень высокая температура ну очень высокая для меня это все что выше 38 для меня это высокая температура ночью сегодня в общем эти дни вот я пару дней болею всего эти дни было 38 и 7 и когда вот 38 и 7 я ее сбиваю спазмолитик в котором присутствует парацетамол и он также снимает этот спазмолитик в состав которого входит парацетамол он также снимает спазмы мышц спазмы сосудов вот этого всего знаете что было под рукой то и было потому что ну кто пойдет в аптеку дети у себя болеют мы у себя болеем то есть и я так подумала думаю почему бы и нет но мы в основном сначала лечились вода с лимоном но потом все таки когда зашкаливает за 38 и под 39 подходит это тяжело это очень тяжело и поэтому я и сереже даю этот спазмолитик и себе спарацетамолом и в общем-то он снимает и боль в мышцах и торможу и температурку опускает и такую бодрость духа будет я ночью сегодня пила потому что проснулась ночью чувствую вот плохо я уже понимаю что это да ну подходит к 39 думаю ну понятно померила да и у меня причем такая отметочка четко 38 и 7 вот четко вот уже несколько дней вот так когда поднимается вот до этого уровня вот и я выпила вот это лекарство и мне легче стало но еще не пила сегодня днем сейчас пока еще бодрюсь как видите сережа хнычит мужчины знаете девочки мужчины он говорит я тяжело болею игры таки я тяжело болею я тяжелее как то так вот девчонки а я подумала ну что ж я не могу вот так вот я не могу ну я лежу когда мне совсем плохо и я вам сейчас покажу как я лежала с полотенцем на голове но это было совсем плохо вот это было первую ночь и было очень тяжело точно так же мне было и этой ночью тяжело но тут я уже не стала ничего терпеть и аж говорю я выпила лекарства и все надо все-таки помогать организму и облегчать его неприятные ощущения скажем так вот что еще вам сказать ну вот с аппетитом проблемы хочется нет хочется я бы знаете чего сейчас поела бы его поела рыбки и у нас рыбка есть морозе в морозилке есть рыбка ее можно было бы сварить но она вся в камень замерзла а у сережи сил никаких пока нет добраться до этой рыбки а я точно со своими физическими силами и оттуда не выну вот слышите я парю ноги да я вот это делаю да я бы рыбки поела и я бы вот морепродуктов бы поела или бы шашлычка бы девочки вы хотите шашлычка девочки вот вот такими большими кусками такой шашлык такой слушайте очень бы хотела вообще обалдеть как хотелось бы но при данных обстоятельствах в общем-то питаемся тем что в холодильнике что было сварено сережа сварил перед тем как заболеть перец начиненный я уже говорила что мы берем его в полуфабрикатах но сережа вкусно готовит это дело и вот ну что питаемся перцем а хочется чего-то вкусненького вот сегодня вечерком он сказал пороется в морозилке что-то найдет когда я была совсем больная но это было вчера и позавчера то он бодрился ухаживал за мной но я как бы не люблю долго болеть ну конечно никто не любит долго болеть но мне когда чуть чуть легче становится мне уже хочется что-то делать маникюрчик покрасила вот и в общем вот как-то так вот так сейчас болеем вот но тем не менее как мне сегодня во сне снилось мы с сережей плывем по реке а там какая-то боржа там на середине реки и он говорит ой это так далеко а игру да нет давай просто грести более продуктивно и вот мы с ним гребем гребем и я думаю боже мой так быстро вот она боржа мы к ней приплыли вот такой сон а перед этим девочки мне снился сон перед тем как заболеть слушать мне прямо политический сон приснился приснился мне а президент как будто бы он хочет продать мне мясо мясо шоу мамочки что у меня всегда снится к болезни и когда мне снятся такие сны такого рода я во сне думаю это нельзя смотреть этого нельзя делать потому что это плохой сон я иногда руковожу своими снами да у меня такое есть как будто бы президент хочет продать мне мясо а я думаю зачем мне его мясо у меня в сумочке свое есть и хочу открыть знаю что там есть хочу открыть а потом думаю ой нет нельзя это же плохой сон и захлопнула эту сумочку и проснулась что там было дальше не знаю мясо я не видела но все равно мы все заболели все вот вы такой был сон перед тем как всем заболеть ну а сегодня мне вот такое приснилось что говорю надо более продуктивно работать вот вам и мистика вообще девочки относительно мистики я всегда верила и верю в сны ну опять же мы сами чувствуем либо это просто сон такой снится спится и снится как говорят да либо это сон который о чем-то говорит в основном мы женщина и у нас интуиция вот и мы прекрасно это все понимаем вот ну в общем как боремся да ой ну правда вот хочется даже чушь мне еще хочется сушить я никогда не ела устриц говорят это на любителя они продаются я не покупаю потому что мне ну думаю что то не готова я вот проглотить вот это и вот у меня уже сегодня с утра такое ощущение что я бы съела ее туда лимончика бы выдавила и съела прикольно так дальше что еще вам хочу сказать вчера вчера в минуты просветления я поддерживала себя вот этим ароматом вы знаете это разливные елисейские поля разливные но сегодня я пахну не ими сегодня я перголесом пахну что-то захотелось перголеса наверное где-то на уровне подсознания перголес это лет 15 назад когда еще была молодая озорная вот в общем захотелось перголес чем я собственно и надушилась так что еще вам сказать кофе не могу пить вот пыталась слишком он мне как-то не то яблок хочу вот что интересно хочу яблок но яблоки кончились слава богу лимона есть лимончики ох вы мои лимончики вы растете у Соньки на балкончике да девчонки и еще я в этом видео хочу вспоминашку дать после того как я вам покажу как я болею с полотенцем на лбу даю вам вспоминашку какие у меня были платьица ну так вот знаете о каких-то своих любимых нарядах которые у меня были еще более любимые их было гораздо больше ну вот что-то вспомнились вот такие вот ну картинки которые я буду вставлять они конечно взяты из интернета и немножко немножко похожи например вот платьица да там отрезная талия все ну там пуговички идут сюда у меня в сарафанчиках не было но все равно одинаковые модели одинаковые те из которых у меня были цвета такие как у меня были в общем посмотрите в общем девчонки кому интересно оставайтесь со мной кстати я вот в интернет выставила ой в интернет что я говорю в инстаграм выставила градусник с моей температурой да и девочки отозвались вот многие сейчас болеют девочки поправляйтесь не падайте духом прорвемся ну а сейчас поехали привет привет моя хорошая тоже не выдержала рухнула под действием вируса ну грипп такой грипп это такой товарищ которого мы не можем назвать товарищем он нам не товарищ вот моя хорошая а температура сейчас 38,2 ну я вот с ней борюсь каким образом влажное чуть-чуть чуть-чуть влажное прохладное полотенце на лбу и водичка в общем я получается 3 дня за Сережей ухаживала а теперь Сережа за мной ухаживает но он еще болен как бы мы так сказать ну в общем-то дружно рука об руку проходим по вирусу да я вчера так запечалилась когда померила температуру ну поняла что да померила температуру у меня она есть выше чем нужно так я так запечалилась прям до слез думаю да что ж такое я так надеялась что я прорвусь не заболею у меня кстати часто такое бывало очень часто бывало что все болеют я нет и тут я запечалилась вот ну ничего боремся что делать альтернативы нет только борьба только борьба но вот такие дела мои хорошие ничего как говорится не впервой прорвемся да привет моя хорошая хотела погеройничать хотела обойтись без таблеток так так мокрым полотенчиком питьем но девчонки у меня не получилось геройство Сережа по-прежнему болит но сегодня он немножечко полегче болит а я вот только вчера заболела поэтому у меня сейчас как бы ну вероятно разгар и вот хотела я сегодня не пить таблеток но не шмогла не шмогла 38,8 это для меня высоко я выпила таблеточку положила сюда вот этот мокрый полотенечко мокрый полотенечко вот ну и в общем надеюсь полегче стало да стало полегче ой тут у меня видите разные массажеры ой девочки чего только нет сейчас я вам покажу сейчас мне тут чего мне тут только нет вот вот такой массажер у меня вообще голова болит ну сейчас уже не болит сняла с него колпачок где у меня тут ох видите вот такой три шарика и я ими вот этими тремя шариками над бровями вожу мне именно вот брови и надбровья вот это самые такие у меня болючие места вот в общем вот так а где там колпачок а колпачок видите вот с такими остренькими шипами но мне больше нравятся вот такие шарики вот уж какие там серьги я с утра хотела я хотела с утра серьги прищипнуть на ушки а потом что-то как а любовь и голубь помните как митюняшка говорит заплохела ей заплохела мне я подумала не потом серьги потом вот там вижу от Ирины олейник еще там есть комментарии но девчонки пока не могу ответить потому что в принципе еле еле лежу я даже не скажу хожу ну хожу когда нужно но даже еле лежу вот такая ситуация так это моя майка я ее кстати летом тоже носила у меня маечки знаете я их ношу летом как майки и зимой как майки ха 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 только зимой я их под кофточки а летом вот так вот прям вот со штанишкой так мои хорошие я буду дальше выздоравливать знаете что еще приятно баксик вообще меня не покидает не покидает вообще он спит со мной мы же с Сережей сейчас когда Сережа заболел он остался спать в спальне а я перешла сюда чтоб не заразиться но не получилось вот так уже я тут и лежу Сереженька сегодня за мной ухаживал ухаживал потом и сам снова слег вот а баксик все время около меня вообще и спит и ночью и днем и сейчас вот тоже я же еще кофе даже не пила так а я вам еще вот такой массажерчик не показывала вот такой вот видите я мало того что я обрезала ногти но решила укоротить их вчера а потом как я вам уже сказала заплохела мне и я их не накрасила и сейчас они у меня вот знаете как если бы я селедочкой торговала на рыночке вот такие у меня ручки сейчас ну полегче станет я их накрашу но пока нет пока нет поэтому на ручки мои не смотрите а массажерчик вот такой и внутри там есть тоже массажерчик проволочный сейчас покажу не могу и вот я этот массажерчик видите раскрыла где тут вторая половиночка вот вторая половиночка вот он так закрывается а внутри этого массажерчика имеется вот такая кругленькая проволочка и ею обкатывается каждый пальчик ну так вот и еще я купила давно давным-давно вот эту вот тоже такая как бусинка из проволоки да вот это полувалик тоже мой массажер любимый и сейчас где мы ага и вот голубенький это валик с колючками я обожаю массажеры и вот я вся тут в массажерах как вы уже заметили у меня еще много у меня разных массажеров я наверное как-нибудь сделаю видео о своих массажерах ну как-то так девчонки мы с Сережей друг за другом ухаживаем кому полегче становится тот и ухаживает Сережа сейчас плохо стало ну как плохо ну как я говорю да заплохела вот ну я выпила таблеточку и у меня температура упала на 7 делений пусть здоров кот вот то есть было 38,7 сейчас 38 я иду на кухню потому что захотелось поесть я еще ничего не ела кроме вода вода ой вода с лимоном целый день целую ночь целый вечер вода с лимоном и молочко с этими с маслицем и содой ну в общем вот так мы лечимся ну я говорю все таки я выпила таблеточку потому что 38 и там 7 это для меня много я сейчас ее почищу она мытая продавалась я ее сейчас почищу сделаю на терочку натру сделаю нам Сереже салатики еще есть вот такая вот такая штукенция капуста красная я ее тоже сделаю салатик из этой капусты и из морковки ну пока чуть-чуть попустила что я буду кушать ну не все конечно это ну по чуть-чуть поклюю гречневая свежесваренная кашка вот это маслица целый кусок лежит я люблю вы знаете я люблю с маслом много масла люблю это перец начиненный мы покупаем полуфабрикаты я сама не начиняю и очень вкусный салатик это свежая морковочка и капусточка вот это вот бордовая это капусточка и там лучок ну и маслица конечно же для запаха я люблю постное масло которое с запахом вот ну все это я не съем но по чуть-чуть оттуда оттуда поклюю потому что я сегодня вообще еще ничего не ела кроме одного яблока ну вот я говорю сейчас чуть-чуть температура у меня упала после таблеточки и я уже приготовила Сережи себе девочки я вот вспомнила про комбинации ах 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 девчонки я вот вспомнила в советское время мы носили комбинации это такое нижнее белье кто не знает кто родился намного позже да нижнее белье в виде которого сейчас делают платье платьица такие коктейльные вечерние и вот я что-то вдруг вспомнила они были такие симпатичные всех цветов голубые и нежно именно нежных таких цветов голубые нежно-розовые мятного такого цвета нежно-зеленого персикового белые черные красные и они обязательно оформлялись кружевом и снизу и сверху это было действительно очень женственно и очень красиво а свою первую комбинацию вот такую вот с кружевом с лямочками я получила в подарок в да в 9 лет в 9 лет мне прислал дядя Толя мой я говорила уже это мой родной дядя по отцу по родному вот тетя Соня работала на складе и на складе вещей в Оркуте и конечно у них была возможность в общем присылать у них не было своих детей дядя Толя очень меня любил вот и у них была возможность присылать мне такие красивые вещи главное чтобы было желание и вот дядя Толя с тетей Соней прислали мне вот такие комбинашки и я помню была такая голубенькая вот я две запомнила была голубенькая с такой беленькой с белым кружевом и такая персиково-оранжевая просто с белой оторочкой они были очень красивые и мне они безумно нравились и вообще вы знаете когда говорят что в СССР не было нижнего белья я удивляюсь было красивое нижнее белье просто а дело в том что мир движется вперед появляются новые технологии появляются новые дизайнеры рождаются то есть то есть все движется вперед и я вам так скажу вот те самые сорочки или как их еще называли комбинации я бы с удовольствием и сейчас носила ну я правда как бы не не вижу даже их в продаже но я не ношу платье поэтому а мы же тогда в основном платье носили и под платьицей эти сорочки прекрасно носились и красиво выглядели ночнушки были очень красивые кружевные какие хотите и всех цветов я вот иногда читаю так я тут девочки попиваю кисель иногда читаю в основном это хейтеры какие-то в сетях не у меня а в сетях в фейсбуке особенно там при СССР не было ничего все были голодными и нищими вообще я поражаюсь люди не жили при СССР и вот такой бред несут действительно было все вот я же из небольшого города Николаев это небольшой город у нас было все у нас были красивые платья у нас были красивые сорочки ну я не знаю насчет обуви периодически да периодически появлялась импортная обувь не всегда и она в принципе быстро разбиралась я помню у меня было что-то наверное лет двадцать и я купила себе девочки темно-зеленые лакированные английские туфли на каблуке ну я высокий каблук всегда носила вот такие лодочки темно-зеленые лакированные английские лодочки естественно я их носила каждый день у меня не было такого чтобы что-то я когда-то хранила нет я всегда носила то что мне хотелось а и тогда же вот под эти лодочки я купила себе платье джинсовое платье нашего пошива советского оверсайз мне именно хотелось оверсайз потому что я была очень худенькая и на мне оно действительно хорошо смотрелось и я тогда немножко стеснялась не немножко а сильно стеснялась своей худобы сейчас это было бы в самый раз а тогда это было не очень вот и вот этот оверсайз это джинсовое платье оверсайз и как я очень-очень люблю это до груди там я не помню змейка была или пуговички наверное все таки вот сейчас у меня перед глазами девочки белая змейка вероятно была белая змейка а также это платье было с кармашками в общем это было очень красиво и манжеты такие широкие три четверти рукав широкие манжеты вот и я ходила и в общем да была счастлива безумно и кстати вот к этим туфелькам тогда было популярно я популярно было туфельки сумочкой ням-ням ну в общем подбирать к сумочке туфельки или к туфелькам сумочку вот я подобрала к этим темно-зеленым моим английским туфелькам нашу советскую зеленую сумочку с длинной ручкой на змейке и в общем ходила совершенно счастлива так были были у нас хорошие красивые вещи еще помню уже я вышла замуж за маришинова папу уже мы в германии жили я приехала в ссср в ссср на летний отпуск на время летнего отпуска нас отпускали тогда на целых три месяца легко жен 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 с детьми вот и в магазине я увидела шикарное платье я не знаю они наверное линяные были скорее всего не платья а сарафаны платья сарафан летние знаете вот эти вот лямочки через плечо дальше отрезная талия и юбочка клеш юбочка клеш у меня талия была очень тонкая и мне всегда такие вещи подходили вот и вы знаете эти сарафаны были не просто а юбочка еще по бокам а получалось что как это сказать по бокам она была меньше чем впереди и сзади то есть такой вот был овал впереди и овал сзади у этой юбки клеш и по бокам больше ноги открыт открыты я а я так как вы знаете я человек такой в общем я любитель купить если мне что-то понравилось и я не могу выбрать я покупаю все так вот тогда сейчас я вспомню сколько я купила я купила коралловое такую коралловую такое коралловое платьице платьице сарафан зеленое по-моему голубое вот эти три я помню но мне кажется что я больше купила их ну вот три помню коралловое зеленое это вообще сто процентов и по-моему было еще голубое вот так что нет были вещи красивые и ну и это был натуральный материал это было не синтетика хотя в наше время была мода вообще-то на синтетику но я всегда смотрю первое что у меня бросается в глаза это цвет вот для меня самое первое это цвет ну вот как-то так немножко поговорила о платьях на летом мамочка мне всегда покупала наверное штук пять платьиц сарафанчиков они все были очень яркие такие красивые а запомнилось мне еще одно платьице это я в четвертом классе уже была заканчивала четвертый класс я помню закончила на отлично четвертый класс и мне вручили грамоту вот я ее у меня ее нет я ее потеряла мне вручили грамоту и вот иду я домой с таким удовлетворением в душе что я закончила на отлично несу эту грамоту и на мне платится знаете такого бледно-бледно это мятного цвета и отороченная по-моему с желтой тканью это было кстати очень красиво удлиненная талия как я люблю от верха до пояса пуговички растягиваются и широкий пояс на бедрах это было красиво мне безумно нравилось это платье еще одно платье я запомнила ну я много запомнила просто еще о каком я бы хотела сказать вам платье это был восьмой класс у нас намечался вечер в школе и мамочка мне купила да это тогда было да и мамочка мне купила платье опять же мятного цвета насыщенного мятного цвета тоже с пуговичками до пояса впереди я вот эти именно пуговички впереди очень любила а кроме того эти пуговички до пояса шли на белой планке и белый воротничок и белые манжеты а само платье было мятное с воротничком белым в общем это было очень красиво вот поделилась немножко вспоминашками ну что ж мои дорогие на этом я буду заканчивать это видео будем с вами с вами выздоравливать пить побольше водички да с лимончиком ну вот я уже заканчиваю в общем-то ножки парить вот и все такое и все такое кто болен выздоравливаете кто здоров не болеть кто пьет чай по чайку кто кофе по кофейку а кто ест тому приятного аппетита все пока 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 пока